Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас на очередном нашем обучающем занятии для представителей средств массовой информации. Сегодня у нас очень интересное занятие. Мы сегодня проговорим с вами про качество медицинской деятельности в нашей стране. И сегодня нашим спикером согласился быть генеральный директор Национального института качества Росздравнадзора Иванов Игорь Владимирович. Я его представлю чуть позже. Он с вами и со мной на связи. Мы его с вами видим. И скажу пару слов об институте. Институт качества был создан в 2003 году. Это главная экспертная организация Росздравнадзора. Но до этого она существовала несколько под другим названием. Но сейчас это Национальный институт с большой буквы. Основные задачи этого института, конечно же, экспертиза. Различные роды экспертизы медицинских изделий, консультационные услуги, наушно-методические услуги для медицинских организаций. Конечно же, это формирование и ведение классификатора медицинских изделий на территории Российской Федерации. Это очень важная задача, потому что если у нас не будет с вами классификаторов, мы не сможем выстроить полноценную систему их учета, финансирования и внедрения в медицинскую деятельность. Ну и, конечно, с недавних пор Национальный институт качества ведет систему добровольной сертификации медицинской деятельности на качество и безопасность. И в этом направлении они преуспели. Это единственный в России сейчас Национальный сертификат качества медицинской деятельности, аналог ИСО и GCI. Но на территории России у нас действует Национальный стандарт. И в рамках этого Национального стандарта именно Национальный институт качества осуществляет сертификацию медицинских организаций. Таких организаций на сегодня уже сертифицировано порядка 40. Игорь Владимирович подробно расскажет о самих организациях, о том, как осуществляется система сертификации. Я только называю некоторые цифры для того, чтобы представить институт для тех, кто еще не глубоко знаком с деятельностью этой организации. И наш уважаемый Росздравнадзор, Министерство здравоохранения Российской Федерации позиционирует эту добровольную сертификацию как начальный этап международной сертификации. Любой. ИСО 9000 или GCI. Игорь Владимирович вам расскажет, почему. Также в рамках гильотины, которая была задумана правительством Российской Федерации не так давно, в этом году у нас очень актуально стоит тема по организации системы внутреннего контроля качества медицинской деятельности внутри каждой медицинской организации. С 2021 года действует новый приказ Министерства здравоохранения и наш уважаемый Национальный институт качества. В лице Игоря Владимировича и его команды они готовят все методическое сопровождение для наших медицинских организаций, чтобы они осуществляли медицинскую помощь качественно, понимали, что такое качество и безопасность медицинской помощи и могли организовать полноценно все бизнес-процессы внутри своей организации. Почему бизнес-процесс? Я этим термином описываю те процессы, которые протекают внутри медицинской организации, не только частной, но и нашей сети, государственной, для того, чтобы можно было актуально определить, в чем разница между конкретным процессом внутри организации, систематизировать, разработать нормативную базу, описать ее, обучить людей и тем самым уже гарантировать на уровне медицинской организации качество и безопасность этой деятельности. Также я хотела бы вам сказать, что наш институт качества является членом международной организации по качеству медицинской деятельности и имеет соглашение с GCI по сотрудничеству на всей территории Российской Федерации. GCI, вы знаете, что это самая сейчас уважаемая система качества в мире и с учетом того, что наша национальная система сертификации, она встраивается на начальном этапе, тем самым можем гарантировать нашим организациям, что они смогут сертифицировать себя на уровне России по национальному сертификату, в последующем претендовать уже на международный, если у них в этом есть необходимость. Ну и, конечно, я хотела бы несколько сказать слов о регламенте. Как всегда, наше занятие длится где-то 40-50 минут. Сначала у нас выступает спикер, он представляет вам информацию, потом, если у вас возникают вопросы, вы можете эти вопросы задать, как всегда, в чате на нашем сайте, официальном сайте научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента, в форме обратной связи там же на сайте, либо в чате нашей веб-конференции. Ну и, конечно, я готова уже передать слово нашему уважаемому спикеру Игорю Владимировичу Иванову, генеральному директору Национального института качества Росздравнадзора. Игорь Владимирович, передаю вам слово для презентации и общения с нашими слушателями. Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые участники. Так, я перевожу в режим слайд-шоу. Отлично, да. Уважаемые коллеги, во-первых, я хочу поблагодарить Ирина Ивановна вас за такое замечательное, подробное представление Национального института качества, за представление команды, которая работает в нашем институте и за те направления работы, которыми занимаемся на протяжении многих лет в рамках экспертной деятельности, как экспертная организация, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Сегодня мне бы хотелось, конечно, поделиться тем опытом, который сегодня существует, накоплен, выработан в нашей стране, нашим институтом по вопросам управления качеством медицинской деятельности, как инструментом управления и обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов. Почему мы говорим и когда мы говорим о вопросах качества и безопасности? Надо сказать, что когда пациент обращается в медицинскую организацию, когда лечение, обследование, лечение идет по плану, и, в общем-то, пациент решает свои проблемы, которые его приводят в медицинскую организацию, либо медицинский работник, врач достигает того результата, который он запланировал получить у пациента, в общем-то, все, как говорится, остаются довольны, удовлетворены, и, как правило, никто не задается вопросом, насколько качественной, насколько безопасной была та помощь, которую я получил, обратившись в ту или иную медицинскую организацию. Как правило, мы начинаем размышлять, рассуждать, обсуждать, выяснять какие-либо вопросы, связанные с качеством и безопасностью медицинской деятельности, исключительно тогда, когда возникают какие-либо события, когда возникают инциденты, которые, к сожалению, приводят к изменению состояния здоровья, к ухудшению состояния здоровья, к определенному вреду для жизни и для здоровья пациентов, либо медицинских работников. К сожалению, совершенно очевидно, что именно в такие моменты мы начинаем размышлять, а что пошло не так? Мы начинаем выяснять, а что было причиной того, что привело вот к такому не очень хорошему, неблагоприятному результату, оказываемой медицинской помощи, и начинаем разбираться, почему те или иные события происходят. Но, как мы понимаем, это такое управление называется рискованным управлением, потому что мы начинаем об этом думать, о качестве безопасности, только тогда, когда произошли какие-либо события, какие-либо инциденты. Конечно, мы должны рассуждать и размышлять, и внедрять систему управления рисками, которая будет обеспечивать надлежащее качество и безопасность медицинской деятельности для пациента и для медицинского персонала. Надо сказать, опять же, что на сегодня система здравоохранения является, на мой взгляд, что называется, наиболее проблемной, что ли, сферой деятельности государства, потому что, с одной стороны, и пациенты предъявляют высокие требования сегодня по вопросам качества и безопасности. С другой стороны, конечно, мир меняется, технологии меняются, развиваются, и, в общем-то, то, что было 5-10 лет назад, в общем-то, казалось недостижимым, то сегодня используют современные технологии, лекарственные препараты, методы обследования, методы лечения, безусловно, делает то, что было раньше недостижимым, делает абсолютно рутиной и реальностью. Далеко ходить не надо, обратимся за примером к тому, как изменилось введение, например, пациентов с инфарктом миокарда за последние 20 лет, когда в свое время диагноз инфаркт миокарда выключал пациента фактически на полгода, на год из обычной жизни и делал чуть ли не инвалида из такого пациента. И посмотрите, как сегодня технологии работают, насколько сегодня сократилось время лечения, насколько это позволяет сегодня получить эффект от лечения, результат от лечения таких пациентов с патологией сердца за достаточно короткое время с высокими, опять же, результатами от проводимого лечения. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что проблема медицинских ошибок, можно так назвать, проблема инцидентов, проблема качества и безопасности медицинской деятельности – это проблема номер один во всем мире и проблема номер один в нашей стране. Немного цифр, если мы говорим о мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем от небезопасной медицинской помощи в год погибает порядка 6,5 миллионов человек в мире. Что это значит? Если мы сопоставим с численностью России, применим это к какому-либо региону, то 6,5 миллионов человек в мире, которые погибают от дефектов небезопасной медицинской помощи, это сопоставимо с населением города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, взятых вместе. Таковы совокупные потери в мире, обращаю внимание, в мире от небезопасной медицинской помощи. У нас, конечно, таких глобальных международных исследований, национальных исследований, которые бы проводились в нашей стране, которые были бы посвящены ровно такой методологии, таким подходам, которые используют Всемирные организации здравоохранения, другие международные профессиональные организации. К сожалению, мы этим похвастаться не можем, и поэтому, к сожалению, вынуждены оперировать ровно теми данными, которые приводит Всемирная организация здравоохранения, которые приводят другие международные организации. Еще одна зарисовка, которая тоже, мне кажется, отражает глубину проблемы и всю суть и смысл актуальности, связанной с качеством безопасности медицинской деятельности. Опять же, по данным Организации экономического сотрудничества и развития ОСР, какие это страны? Это США, Канада, Австралия, Япония, Великобритания. Это серьезные страны с высоким уровнем экономики, с высоким уровнем системы здравоохранения. По данным этих стран, порядка 15% от расходов, которые идут на систему здравоохранения, 15% этих расходов идут на то, чтобы устранить проблемы, связанные с безопасным оказанием медицинской помощи, то есть бороться с осложнениями. А как вы можете понять, это прямые финансовые экономические потери. Что касается нашей страны, то совершенно очевидно, что, опять же, мы вспоминаем про качество и безопасность, когда происходят какие-либо инциденты. И достаточно открыть любое средство массовой информации, печатное, электронное, телевидение, радио. Обязательно в дайджесте, в суточном дайджесте, вы обязательно найдете проблему, которая озвучивается, связанная напрямую с системой здравоохранения, либо с проблемой качества и безопасности работы медицинских организаций. И это, в общем-то, отражение той остроты проблемы, которая сегодня существует в системе здравоохранения и связана напрямую с вопросами качества и безопасности медицинской деятельности. Совершенно очевидно, что система здравоохранения это высокорискованная деятельность. Здесь невозможно убрать и минимизировать риски. Риск погибнуть от некачественной, небезопасной медицинской помощи в 300 раз выше, чем риск погибнуть от авиакатастрофы, либо риск погибнуть от техногенной катастрофы, связанной с аварией на атомной электростанции. Совершенно очевидно, что медицинская деятельность это высокорискованная деятельность. И что бы тут происходило или не происходило, оно всегда будет сопровождаться высокими рисками для жизни и здоровья пациентов и для жизни и здоровья персонала. Совершенно очевидный тезис, вокруг которого, конечно, в общем-то, мне кажется, даже банальный тезис, медицинская помощь не должна причинять вреда никому. И если мы спросим любого медицинского работника, хочешь ли ты в своей профессиональной деятельности причинить вред для жизни и здоровья пациента либо медицинскому работнику, то совершенно очевидно мы получим ответ, да что вы. Мы в профессию приходим для того, чтобы помогать людям, а не для того, чтобы приносить вред для жизни и для здоровья пациента либо медицинского работника, кто работает рядом. Но, опять же, хочу сказать, что медицинская деятельность – это высокорискованная деятельность. И в связи с этим, конечно, возможны какие-либо проблемы, связанные именно с безопасностью, с качеством безопасности работы. Обратите внимание, мне бы хотелось привести еще несколько цифр. Проблемы, связанные с безопасностью, выделить можно такие проблемы, как неточная постановка, несвоевременная постановка диагноза. Обратите внимание, это данные международные, данные, которые приводят всемирные организации здравоохранения. До 17% всех опасных событий для жизни и здоровья пациента, которые происходят в больницах, происходят вследствие ошибок при постановке диагноза. Еще одна цифра, которая, на мой взгляд, требует самого пристального внимания, особенно в нашей стране. Мировые данные, международная статистика говорит о том, что 7%, от 7 до 10% пациентов при госпитализации в условиях стационара, дневного либо круглосуточного, получают риск осложнения внутрибольничной инфекции, инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи. Задумайтесь и вдумайтесь, каждый седьмой из 100 пациентов, каждый десятый из 100 пациентов рискует получить осложнение в виде инфекции. И еще один факт, который тоже самое пристальное внимание следует уделять, это то, что в половине случаев события, которые являются нежелательными, которые являются инцидентами, могут быть предотвратимы. Речь идет о человеческом факторе. Именно в таких условиях работают медицинские работники, именно в таких условиях пациенты обращаются в медицинскую организацию за оказание медицинской помощи, именно в таких условиях задача медицинской организации сделать так, что медицинская помощь была безопасной для пациента и, безусловно, отвечала требованиям качества самого высокого уровня. В этой связи, конечно, безопасность пациента можно определить как отсутствие предотвратимых ошибок в процессе оказания медицинской помощи. Обратите внимание, отсутствие предотвратимых ошибок в процессе оказания медицинской помощи и снижение риска неблагоприятных событий, связанных с оказанием медицинской помощи до приемлемого минимума. Обратите внимание, до приемлемого минимума. Почему? Потому что невозможно устранить все риски, существующие при осуществлении медицинской деятельности. И это нужно и важно помнить. Теперь несколько слов, опять же, возвращаясь к российской статистике, несколько слов о состоянии дел в Российской Федерации. Я напомню, что международная статистика говорит о том, что от 7 до 10% случаев сопровождается осложнением в виде инфекции. Давайте посмотрим на статистику за последние 10 лет в Российской Федерации. И вы можете увидеть здесь диаграмма за период с 2009 по 2019 год по заболеваемости инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи. Обратите внимание, это абсолютная цифра, абсолютные случаи, 25 363. Я напомню, уважаемые коллеги, что в России более 95 тысяч медицинских организаций, то есть тех организаций, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности. Конечно, 60% из них – это организации, которые не оказывают стационарную помощь. И поэтому, конечно, мы от этой цифры 95 тысяч можем убрать 60%. Останется в пределах 40 тысяч медицинских организаций, которые работают в стационарном режиме, либо дневного, либо круглосуточного стационара, которые имеют риск осложнений в виде инфекции. И давайте посмотрим, разделим случаи 2019 года на число этих организаций. Мы увидим, что на одну организацию, оказывающую стационарную медицинскую помощь, круглосуточного, либо дневного стационара, приходится 0,5 случаев в год инфицирования осложнений в виде инфекции. Из этого можно сделать два вывода. Первый вывод, который можно сделать – это Российская Федерация, уникальная страна, которая впервые во всем мире победила внутрибольничную инфекцию. И у нас такой проблемы просто не существует. И поэтому, конечно, нам нужно давать премию мира и лучших экспертов мира свозить к нам, для того, чтобы наши специалисты могли поделиться таким колоссальным успехом, достижением и опытом. И второй вариант – у нас, конечно, лукавая статистика. И, конечно, таких случаев гораздо больше, но они, к сожалению, остаются за кадрами. И понятно, почему остаются. Потому что каждый случай выявленной инфекции – это внеплановая проверка Роспотребнадзора, это административные санкции, штрафные санкции в отношении медорганизации и медицинских работников. И поэтому карательный инструмент, конечно, не способствует тому, чтобы решать проблему, а способствует тому, чтобы скрывать эту проблему, занижать результаты этой проблемы и, безусловно, делать медицинскую помощь более высоко рискованной для пациента и для медицинского работника. Совершенно очевидно, что это лишь маленькая зарисовка одного вопроса, который касается эпидбезопасности. И хочу обратить внимание, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции то, о чем я говорю, лишь нашло свое подтверждение. И посмотрите, в апреле месяце глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что в половине случаев заражений новой коронавирусной инфекции очаги были в медицинских организациях. По сути, это прямое подтверждение того, что эпидбезопасность, которая существовала в медицинских организациях, оказалась, в общем-то, уязвимой перед пандемией коронавирусной инфекции. И, по сути, послужила, в общем-то, таким вот индикатором, неблагополучным, неблагоприятным индикатором в части как раз эпидбезопасности, обеспечения эпидбезопасности в медицинских организациях. Да, можно анализировать, долго рассуждать, почему так произошло, но, тем не менее, зафиксируем это факт. Это было опубликовано в средствах массовой информации, это было официальным заявлением, это можно найти в интернете, как подтверждение слов. Это лишь просто сопоставление фактов и того, чем, какими данными мы с вами владеем и опередуем. Безусловно, обеспечение качества медицинской деятельности – это приоритет любого государства. Это приоритет, национальный приоритет, по сути, национальный приоритет системы здравоохранения любой страны. И, безусловно, на международном уровне это, очевидно, тот глобальный приоритет, который решается в рамках международного деятельности, международного сотрудничества. Конечно, мне бы хотелось обратить внимание, что существует международная организация по качеству здравоохранения, ИСКВА, которая объединяет, по сути, все страны. И организации большинства стран входят в эту международную организацию, которая аккумулирует лучшие практики мира по управлению качеством, по обеспечению качеством здравоохранения. И, конечно, использует практики, инструменты, которые эффективно работают в разных странах для того, чтобы делиться опытом. Международная организация по качеству здравоохранения и вообще управление качеством здравоохранения, конечно, базируется на стандартизации. Стандартизация является основой, является отправной точкой для того, чтобы обеспечить надлежащее качество медицинской деятельности. Когда мы говорим о качественных лекарственных препаратах, ни у кого в мире не возникает вопросов, а как обеспечить качество выпускаемой продукции части лекарственных препаратов. Все говорят на одном языке, этот язык называется GMP. Это международный стандарт, применяя который, производитель тем самым стремится улучшить качество продукции выпускаемой и обеспечить это качество выпускаемой продукции. И поэтому, конечно, любой уважающий производитель, который заботится о качестве выпускаемой продукции, обязательно внедрит этот стандарт в себя в производстве. Когда мы говорим о производстве медицинских изделий, то весь мир говорит на языке ISO 13485. И любой производитель, который хочет обеспечить надлежащее качество выпускаемой продукции, будет внедрять у себя на производстве именно этот стандарт. Когда мы говорим о медицинской деятельности, конечно, медицинская деятельность более сложная, более многогранная, которая состоит из огромного количества разных совершенно процессов. Длинных, коротких, одноразовых, многоразовых, повторяющихся и так далее. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что стандартизация присутствует и здесь. И, по большому счету, в мире существует два подхода к обеспечению стандартизации медицинской деятельности. Первый подход – это подход международных стандартов. Это подход применения тех стандартов международных, которые аккредитованы в международной организации по качеству здравоохранения, аккредитованы в ИСКВА и применяются в более чем двух странах мира. Таких стандартов на сегодня 38. 38 международных стандартов, которые аккредитованы в ИСКВА и применимы в более чем двух странах мира. Кстати, один из 38 стандартов – это стандарт GCI. Но таких стандартов, я хочу еще раз сказать и обратить внимание, 38. И поэтому, по большому счету, для того, чтобы построить систему управления качеством на основе стандартов, на основе стандартизации, у Российской Федерации есть два варианта, два пути развития событий. Первый путь – это взять какой-либо международный стандарт. Таким путем, например, пошла такая страна, как Израиль. В Израиле 46 клиник, 46 стационаров. И на государственном уровне принято решение о том, что ни одна клиника не откроет двери для пациента до тех пор, пока не пройдет аккредитацию по международному стандарту GCI. GCI не является стандартом, который является израильским. Это международный стандарт. Но, тем не менее, на государственном уровне принято такое решение, и поэтому все стационары вынуждены проходить аккредитацию по GCI. И если какая-то из медицинских организаций не пройдет аккредитацию, она вынуждена приостановить свою работу в Израиле. И известно такое количество фактов, когда так и происходило. И вынуждена была организация приостанавливать работу с пациентами до тех пор, пока не улучшит процессы и не пройдет повторно реаккредитацию для того, чтобы подтвердить соответствие качества безопасности, осуществляемых в этой организации процессов. Это первый вариант. И, конечно, вариант… Давайте представим, что все медорганизации через какое-то время, короткое время или чуть-чуть длиннее, перейдут на использование международного стандарта. Например, стандарта GCI. Что мы получим? Мы получим, что 99,99% не будут соответствовать требованиям этого стандарта, потому что требования весьма высокие. И неважно, это будет GCI или какой-то другой стандарт. Почему? Потому что необходимо серьезные усилия для того, чтобы внедрить международные стандарты в практику работы всех медицинских организаций нашей страны. Стандарт должен быть применим, он должен быть удобоварим, он должен быть понятен, он должен быть реализуем в условиях российской действительности. Второй вариант, которым идут также ряд других стран, это вариант разработки собственных национальных стандартов, собственных требований, которые будут предъявляться к обеспечению качества безопасности медицинской деятельности и работать на основе национальных стандартов. Таким путем, например, пошла Япония, Австралия, Канада и целый ряд других стран, которые разработали собственный национальный стандарт. И я вам могу сказать, что стандарт Японии, например, гораздо строже по тем требованиям, которые там содержатся, нежели стандарт GCI. Но, тем не менее, он работает исключительно на территории Японии, применим только для японской системы здравоохранения, для тех организаций, которые там работают. Они никуда его не выпускают в мире, не популяризируют. Но, тем не менее, он является национальным стандартом, по которому работают все медицинские организации этой страны, по аналогии с другими странами. И поэтому, по большому счету, у России два пути. Либо пойти путем международным, либо пойти путем национальных стандартов. Я думаю, что на сегодня, в условиях реализации национального проекта, у России будет комбинированный путь развития стандартизации, здравоохранения и использования стандартов. Безусловно, это основа национальная. И, конечно, сегодня именно это направление развивается в нашей стране. И как раз Национальный институт качества занимается продвижением стандартизации в медицинские организации на основе национальных требований, национальных принципов, национальной методологии управления качеством. Но, безусловно, есть ряд организаций, которые готовы и хотят работать по международным стандартам. Они имеют высокую степень готовности, зрелости и готовы конкурировать на основе этих международных стандартов лучшими клиниками других стран. И, конечно, сегодня мы это видим, когда у нас несколько организаций, четыре, но уже по факту пять организаций аккредитованы по GCI. У нас есть организации, которые аккредитованы по EFQM, ну и используются другие какие-либо международные стандарты, которые также применимы в той или иной организации. Но это, конечно, не массовая история, это история локальная, это история применима конкретной организации, которая имеет соответствующие условия для работы в этом плане. Часть медицинских организаций используют не отраслевые стандарты, а используют тоже международные, но такие общеупотребимые стандарты, которые имеют широкое применение. Например, стандарты серии ИСО. Но, безусловно, мы понимаем, что стандарты серии ИСО при внедрении в медицинскую деятельность имеют ряд проблем, с которыми сталкиваются медицинские организации. Во-первых, самостоятельное внедрение весьма затруднительно. Почему? Потому что язык стандарта, он не отраслевой, он универсальный, очень часто непонятен для медицинского персонала, который там работает. Очень сложно порой объяснить медсестре, постовой медсестре, которая отработала 25 лет на своем рабочем месте, объяснить, что такое политика качества и как эта политика качества транспорируется с тем, что она рутинно делает на протяжении 25 лет. И очень часто как раз вот эта вот сложность, витиеватость терминологии и неоднозначность трактования терминологии, неприменимой к специфике медицинской деятельности, делает затруднительным внедрение и вызывает определенное сопротивление при внедрении, хотя, безусловно, мы понимаем, что это универсальный стандарт, который действительно помогает стандартизировать процессы в любой организации. Безусловно, есть проблемы и с внедрением с кадрами, поскольку, конечно, должны внедрять компетентные специалисты, которые понимают по вопросам управления качеством, по вопросам внедрения стандарта серии ИСО в медицинскую именно практику. И это, конечно, тоже определенные ограничения, которые накладывают на себя такие определенные затруднительные моменты для внедрения. Надо сказать, что в России сегодня по сравнению с буквально пятилетним периодом, конечно, существенно изменилось отношение профессионального сообщества к вопросам управления качеством и к стандартизации. Совершенно очевидно то, что было пять лет назад, когда отдельные руководители медицинской организации, главные врачи занимались стандартизацией, внедрением. На них смотрели как на чудаков, у которых либо много денег, либо много времени. Сегодня совершенно очевидно, что внедрение системы управления качеством – это жизненная необходимость. С 2015 года Национальным судом качества ведется работа по формированию методологии, по формированию требований и критериев, по разработке и внедрению в практику работы медицинских организаций системы управления качеством. И в этой связи с 2015 года разработано несколько версий практических рекомендаций для стационаров – это первая версия, для поликлиник – вторая версия, для лабораторий – третья версия. И на сегодня уже существует несколько специфических версий для стоматологических организаций, для центров гемодиализа, которые уже, учитывая особенности оказываемой медицинской помощи, содержат в себе те требования, которые применимы именно к ним. С 2016 года в Росстандарте зарегистрирована система добровольной сертификации качества и безопасности медицинской деятельности, которая является, по сути, национальным добровольным стандартом, который может применить любая медицинская организация на добровольной основе для того, чтобы подтвердить соответствие своих процессов тем требованиям, которые там установлены. Что из себя представляют практические рекомендации Росстандарта и система добровольной сертификации на основе предложения Росстандарта? Здесь приведено сравнение международного стандарта GCI, австралийского национального стандарта и разделов стационара, версий для стационара. Вы можете увидеть, какой вывод можно сделать. Первое, практические рекомендации Росстандарта – это не перевод какого-либо одного стандарта. В основе разработки практических рекомендаций родных надзора лежит анализ 14 международных стандартов, которые являются наиболее применимыми, часто применимыми в мире по вопросам качества безопасности медицинской деятельности. Если мы посмотрим, например, на тот же стандарт GCI, то вы увидите, что 6 базовых принципов, которые посвящены вопросам безопасности пациентов, нашли свое отражение в том или ином разделе практических рекомендаций и, в общем-то, можно сказать, что это гармоничный документ, гармонизирован с международными требованиями, которые установлены, например, в GCI. Ну и австралийский стандарт, для примера вы можете посмотреть, он тоже очень, опять же, гармонизирован, очень близок по содержанию. Но еще раз хочу обратить внимание, что практические рекомендации родных надзора это не перевод какого-либо стандарта, это абсолютно национальный документ, который учитывает прежде всего нормативно-правовое регулирование в Российской Федерации медицинской деятельности. Во-вторых, гармонизировано с лучшими практиками и требованиями по вопросам качества и безопасности и содержит в себе минимально необходимый набор для обеспечения уровня качества безопасности медицинской деятельности. Аналогичная разработка есть для поликлиник, и вы можете увидеть, что помимо 10 разделов, которые применимы для Стасана, раз за исключением службы крови и безопасности при работе с кровью компонентами, 5 уникальных разделов поликлиники, в целом 15 разделов для поликлиники. А для практических рекомендаций для лаборатории вы можете увидеть соответствующие разделы, 8 разделов, которые создают уникальные требования, которые применяются в лабораторию для внедрения системы управления качеством на уровне лаборатории. Здесь приведены рекомендации, практические рекомендации, ссылки на них, они в свободном доступе в сети интернет, вы можете воспользоваться QR-кодами, перейти и, соответственно, использовать практические рекомендации абсолютно бесплатно, без каких-либо ограничений. В основе методологии лежит, конечно, оценка качества безопасности, строится на принципах эффективного аудита. Используются 4 источника информации, это документация, персонал, пациенты, прямое наблюдение. Как вы видите, используются и те источники, которые позволяют максимально объективно подойти к оценке деятельности медицинской организации, тех процессов, которые осуществляет медицинская организация для того, чтобы наиболее полным образом увидеть, оценить и, самое главное, вычленить проблемы, которые могут существовать при осуществлении того или иного процесса. Надо сказать, что в основе оценки лежит два подхода. Первый подход – это система оценки качественных показателей. Как нельзя быть чуть-чуть беременным, так нельзя чуть-чуть оценить безопасность. Либо требования, которые предъявляются по вопросам безопасности, соблюдаются, и тем самым мы можем сказать, что система безопасна. Либо требования не выполняются, и в этом случае мы делаем вывод о том, что система небезопасна. Это система черно-белой оценки качественных показателей. Есть система оценки количественных показателей, безусловно, мы там оцениваем относительными показателями для того, чтобы иметь возможность экстраполировать эти результаты на оценку того или иного направления работы либо раздела. И в этой связи существует совокупно по всем разделам такой принцип светофора оценки, где менее 70% системы считается небезопасной, и это красный сигнал светофора, от 70% до 80% в соответствии система условно безопасна, и более 80% в соответствии это, конечно, система безопасна. Конечно, совершенно очевидно, что внедрение системы управления качеством – это очень долгий, длительный процесс. Невозможно в одночасье, нажав какую-либо волшебную кнопочку, получить эффективную систему управления качеством на уровне медицинской организации. Конечно, это очень длительный, трудоемкий процесс, рутинный процесс, который занимает много времени. Качество не может быть быстрым и бесплатным, качество нужно создавать, необходимо внедрять систему управления качеством и улучшать непрерывно этот процесс. Поэтому, конечно, этапы при внедрении системы управления качеством, при построении системы управления качеством медицинской организации имеют определенную последовательность, закономерность. Здесь они представлены, и, безусловно, это очень важные шаги. Перепрыгнуть здесь невозможно. Почему? Потому что нарушится последовательность формирования, опять же, системы, и она не будет устойчивой, она будет кратковременной, и эффект может получиться неустойчивым и очень быстро уйти. В свое время, в 2016 году, когда мы начинали внедрение системы управления качеством на основе практических рекомендаций Росздравнадзора, мы начинали с четырех регионов и шести медицинских организаций. Сегодня это 40 регионов Российской Федерации, это 213 организаций в проекте, 40 из них подтвердили соответствие требованиям и уже прошли оценку и сертифицированы. Посмотрите на эти организации. Во-первых, это организации, которые из разных регионов России. Во-вторых, это крупные и небольшие организации, абсолютно разные по размеру, разные по ведомственной принадлежности. Это и государственные, и частные, и ведомственные. Это и крупные, многопрофильные, и небольшие монопрофильные организации. О чем это говорит? Это говорит о том, что та методология, которая лежит в основе практических рекомендаций Росздравнадзора, в основе системы сертификации качества безопасности медицинской деятельности, методология универсальна и применима абсолютно в разных условиях. И она может быть как раз и является по сути той универсальной методологией, которая готова к тиражированию абсолютно во всех медицинских организациях нашей страны. Здесь приведены результаты внешней оценки на соответствие требованиям практических рекомендаций для стационара. Вы можете увидеть всего один раздел, который находится в зеленой зоне. Это раздел, который связан с безопасностью при работе с кровью и компонентами. Это пример того, как стандартизация работает в здравоохранении нашей страны. Достигается двумя путями. Первое, очень подробная, жесткая регламентация всех процессов, которые связаны с обращением крови и ее компонентов. И второй момент, это соответственно регламентация обеспечивает работу с кровью, обеспечивает безопасность работы с кровью. И второй компонент, это безусловно жесткий контроль. Сочетание двух факторов, детализация, документирование, обучение, соблюдение и жесткий контроль обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с кровью компонентами практически на всей территории страны. Это великолепно работающая служба, и мы подтверждение лишь получаем в результате проводимой нами оценки. Зато другие разделы, вы можете увидеть, разделы находятся весьма, в общем-то, на невысоком уровне соответствия. Это не значит, что те организации, по результатам которых представлена эта диаграмма, а я абсолютно могу сказать, я абсолютно в этом уверен, что эту диаграмму можно распространить практически на все медицинские организации нашей страны, за редким исключением, это не значит, что они плохие. Это значит, что в этих организациях существует большое количество рисков, которыми не управляет никто, начиная от главного врача, заканчивая санитаркой. И никто не знает, в какой момент времени риск может быть реализован, принести вред жизни и здоровью пациента или медицинского персонала, в какой момент времени это случится и что нужно сделать, чтобы его не произошло. Это, по сути, карта рисков и это, по сути, карта тех необходимых улучшений, которые нужно предпринять в рамках формируемой, внедряемой системы управления качеством. Здесь приведены отдельные примеры по разделам, о которых я говорил выше, по несоответствиям. Здесь речь идет об идентификации пациента, об эпид-безопасности, речь идет о безопасности обращения лекарственных препаратов, о стандартизации процесса обращения лекарственных препаратов, начиная от планирования, заготовки, хранения, применения лекарственных препаратов, утилизации лекарственных препаратов. Здесь представлены результаты работы стандартизации по хирургической безопасности, связанные с этапностью выполнения хирургической помощи. Это касается не только того момента, когда врач стоит возле операционного стола и выполняет какую-либо хирургическую манипуляцию пациента. Как только пациент переступает порог медорганизации для получения плановой либо внеплановой помощи, как только он выходит из этой организации, это все хирургическая безопасность, которая сопряжена с большим количеством рисков, процессов и медицинского персонала. Здесь представлена безопасность обращения медицинских изделий и, по сути, тоже алгоритм действий, который касается, опять же, планирования, хранения, ввода в эксплуатацию, технической поддержки, обслуживания и утилизации медицинских изделий. Здесь речь идет о примитивнейшем чек-листе, который касается деятельности и работы приемного отделения. И вы можете увидеть, что здесь, по сути, это 8 показателей, но наличие даже одного ответа отрицательного по этим укрупненным 8 показателям говорит о том, что у вас есть проблемы с безопасностью в приемном отделении. Здесь раздел по безопасности переливания донорской крови компонентов, безопасность среды и уход за пациентами и те особенности, которые сегодня требуются для того, чтобы сделать пребывание пациента безопасной медицинской организации. Здесь совокупно представлены те проблемы, с которыми мы столкнулись при внедрении пилотных проектов по системе управления качеством медицинских организаций. Доминирование архаичного подхода, наша традиция, российская традиция, это наказание невиновных, награждений непричастных, реализовано в полной мере, когда касается вопросов качества здравоохранения. Недостаток квалифицированных управленцев, безусловно, это очень важно, чтобы современные руководители имели навыки управления качеством инструментов, владели инструментами повышения качества и безопасности работы организации. Непрозрачная, малоэффективная система сбора показателей, я привел пример по инфекционной безопасности. Низкая эффективность управления ресурсами, к сожалению, это тоже факт, но и, безусловно, сохраняется структурный функциональный подход, нежели процессный подход, который сегодня является вообще нормой для деятельности всех медицинских организаций. Здесь приведены измеримые результаты тех работы, тех организаций, которые внедрили практические рекомендации Росдравнадзора. Их можно разделить на две части. Первая, это, конечно, общеклинические показатели, которые реально улучшаются благодаря внедрению практических рекомендаций Росдравнадзора, благодаря внедрению системы управления качеством. И вторая часть, это экономические показатели, которые тоже весьма существенно улучшаются у таких медицинских организаций. В августе месяце вышла книга руководства по обеспечению качества безопасности, медицинской деятельности, по сути, это национальное руководство, которое в себе содержит все этапы создания, внедрения, развертывания системы управления качеством медицинской организации, содержит подробный алгоритм действий и, конечно, в общем-то, то, что необходимо сделать на уровне медицинской организации для того, чтобы построить устойчивую, эффективную систему управления качеством. По ссылке можно перейти на издательство, которое занимается реализацией этой книги. Уважаемые коллеги, я завершаю свое выступление. Я хочу поблагодарить за возможность выступления, очень такого краткого выступления, обзорного выступления, которое, в общем-то, постарался рассказать о том, на каком этапе, на какой стадии находится внедрение системы управления качеством. И, мне кажется, конечно, почему это очень важно сделать для нашей системы здравоохранения, для медицинских организаций и, безусловно, для пациентов. Готов ответить на вопросы. Благодарю за возможность выступить, благодарю за внимание. Игорь Владимирович, уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. Сегодня мы завершаем наше мероприятие и ждем вас в следующий раз, в следующий вторник в 5 часов. Всего вам хорошего, хорошего вечера. Спасибо и вам. Спасибо. Всего доброго.